МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Люди-рентгены. Они утверждают, что способны видеть человека насквозь, наблюдать за работой его внутренних органов и даже корректировать здоровье по телефону. Но почему официальная наука ещё не подтвердила ни один результат исследования? Они способны увидеть, что вы выпили и съели с утра. Поставить точный диагноз по цвету внутренних органов. При этом понять, чем именно видит человек рентген, руками, глазами, кожей или всем вместе, не способен никто. Даже сам диагност. Это не рентгеновский снимок, это не одна плоскость. Это можно со всех плоскостей посмотреть, по типу 3D-диагностики. Можно видеть как наружную поверхность, как видите вы меня. Я могу видеть внутренности, всё как при операции. Актёр Максим Суханов верит. Люди-рентгены существуют. И добавляет. Этот дар сродни дару хорошего психолога. Видимо, такие люди есть, конечно. Вообще, всем тем людям, кому интересно заниматься исследованиями, межличностных отношений, просто изучать людей, наверное, они пользуются такими же точными. В 2004 году в Центральном доме учёных прошёл всероссийский конкурс «Человек-рентген». Строгое жюри состояло из физиков и врачей. К финалу они допустили 10 человек из 150. Порядка 10 максимум процентов от исследованных – это люди, которые показали отклонение от нормы. Это люди, которые действительно угадывают, видят объективно скрытые от них болезни. Каждому из людей-рентгенов тогда дали по одному пациенту. У кого-то сердце было с правой стороны, у кого-то отсутствовала почка. Всё это участники конкурса должны были увидеть без использования рук и техники. Сергей Лысевский оказался в числе тех десятерых. Он утверждает – дар лечить людей у него с рождения. Уверуете, по проблемам позвоночника я решаю вполне успешно на расстоянии дистанционно по телефону. Потому что я определил перепричину уровня проблем, на которые он решаем. Известный исследователь паранормальных явлений Вадим Чернобров подтверждает – с такими людьми он сталкивался и не раз. И всё пытался понять – как и что именно они видят. Это люди, способные видеть других людей, в частности больных, здоровых, примерно так, как видит этот рентген. Правда, с одной оговоркой. Естественно, описание этих людей, как они видят своих пациентов, сводится лишь к аналогиям. Объяснить, как человек видит, вообще механизм зрения достаточно сложно. Судя по всему, у этих людей есть ещё один вид зрения. Пытаться его объяснить – всё равно, что рассказывать слепому от рождения, как выглядит зелёный цвет. Сергей Лысевский вспоминает – ещё ребёнком внимательно вглядывался в людей и видел в них больше, чем остальные. Какие-то элементы, ясновидение энергетического характера проявлялись в виде контраста, столько контраста энергии. И информация приходила, как бы немножко позже, на осмысливание то, что я видел. Врач-гипнолог Сергей Южный также изучал людей рентгенов. Будучи психотерапевтом по образованию, он считает, большинство из них – ловкие трюкачи и манипуляторы. Это вообще, говоря, речь об экстрасенсах, которые заявляют, что они умеют, видят человека насквозь. Кто-то говорит, что он руками видит, кто-то говорит, что он мозгом видит. В основной своей массе – это люди, которые такие же экстрасенсы, как я, московская красавица. В Запорожье живёт и работает удивительный акушер-гинеколог Виктория Чабаненко. Помимо медицинского образования, она обладает редчайшим даром рентгеновского зрения. Говорят, женщина способна выявлять скрытые недуги не хуже сверхчувствительных томографов и аппаратов УЗИ. Нашей съёмочной группе разрешили понаблюдать за сеансом диагностики. Виктория Чабаненко считает, что дар необычного видения получила по наследству – от бабушки. Первым пациентом была её собственная мама, которой 7-летняя Вика поставила диагноз – суженные красные веточки, то есть стеноз сосудов. Внимательно глядев пациента с ног до головы, Виктория будто бы включает свой внутренний рентген. Жалобы больного обычные для современного человека – ноющий желудок и боли в спине. Есть мелкий сколиоз небольшой в шейном отделе, невыраженный с протрузием в дисках 4-5 в шейном отделе, но умеренный, незначительный, боли может быть в этом виде, а не менее небольшой. По поясничному отделу, 4-й, 5-й поясничный, есть мелкие протрузия, мелкое выпячивание диска есть, но это больше протрузия, не грыжевое выпячивание. В поясничном отделе компрессия седалищного нерва и ущемление самого диска. Женщина-рентген переходит к желудку пациента. Взглядом следует по нему, будто зондом. Есть мелкие уплотнения рубцовой ткани, это перенесённые гастриты, это пролечены, может, пару лет назад, пару месяцев назад. В данный момент замечания есть 12-перстных пешки, есть мелкие очаговые образования, эрозивные, это гастродоудонит. Пациент подтверждает каждое слово Виктории. Удивительно? Но, с другой стороны, гастрит – это самое распространённое заболевание желудка. Сколиоз – наиболее часто встречающийся диагноз врача-невролога. Примерно 80% населения крупных городов страдают этими заболеваниями в той или иной форме. Неужели каждый из нас может быть человеком-рентгеном? В 70-е годы прошлого века советские учёные серьёзно изучали паранормальные способности Розы Кулешовой. И это несмотря на то, что наука подобные феномены не жаловала. Но Роза умерла и унесла с собой тайну того, как можно видеть без помощи обычного зрения. Младшая сестра первого советского человека-рентгена поделилась воспоминаниями в эксклюзивном интервью нашей программе. Валентина Бородина вспоминает. У старшей сестры начались эпилептические припадки после смерти любимой бабушки. 12-летняя Роза кочевала из одной больницы в другую. Там и проявились её необычные способности. Сначала их заметили другие больные, а потом и врачи. Она рассказывала про кожное ощущение руки, ей закрывали глаза, она читала босыми ногами, руками с закрытыми глазами. А позже она уже стала притрагиваться к телу и узнавать, у кого какие болезни. Вот она дотронется и говорит, о, вы беременная, ещё вроде и не видно. А кто у меня будет? Она потрогает, у вас будет там мальчик. Термин «кожно-оптическое восприятие» возник в 70-е годы прошлого столетия. Он обозначает способность кожи человека к восприятию текста, рисунков или цвета. Официальная наука не доказала и не опровергла наличие этого феномена. Но мастер психотехнологий Сергей Южный не сомневается. Кожно-оптическое восприятие – лженаучная выдумка. Кожного зрения как такового в прямом понимании этого слова не существует. Все те люди, которые позиционируют себя как обладающие некими сверхспособностями, в частности, способностью к кожному зрению, это обычные аферисты, шарлатаны, ну, можно сказать, просто фокусники. Скептики уверены – в Советском Союзе из-за недостатка информации любая мистическая история могла обрасти легендами и мифами. Вероятно, девочка Роза просто несколько раз подряд угадала, кто родится. С 50-процентной долей вероятности это не так трудно, а народная молва домыслила все остальное. Но непосредственные очевидцы вспоминают – без всякой рекламы к Розе выстраивались очереди. Дверь в квартиру никогда не закрывалась. Я не помню случая, что кто-то сказал – ой, она обманула. У меня это не болит. Совершенно верно все совпадало. Она вот в Покровку ездила, так как это вроде родное село, она там училась, учительница Марья Ивановна у нее там была. И собирался народ, и она совершенно точно им все показывала, рассказывала. Валентина, сама по натуре скептик, первое время сомневалась в способностях старшей сестры. И когда дома, если вдруг я начинала говорить, «Ой, Роза, да, это все там фокус или что-то», она меня называла конкретно. Говорит, вот, Фарберов, вот здесь у нас был такой великий доктор, верит, а ты не веришь. Или, допустим, я приехала в Москву, звоню, ты где? А я вот у профессора такого. Знаменитый советский и российский нейрофизиолог, директор Института мозга Наталья Бехтерева, посвятила феномену Кулешовой несколько научных трудов. Но ученые тоже ошибаются, уверен Сергей Южный. В свое время, даже Наталья Петровна Бехтерева, академик, которая была директором Института мозга, она даже покупалась на эти вещи, понимаете? То есть она всерьез обсуждала феномен кожного зрения. Позже появилась гипотеза о том, что Роза Кулешова мастерски морщила лоб, сдвигая повязку, и подглядывала, запрокинув голову назад, якобы в просветительном экстазе. Роза Кулешова, она ведь и работала в цирке. То есть это обычный цирковой номер, цирковой трюк. Я вас могу научить это делать. Вы будете это делать через пять минут. Через несколько секунд наш эксперт, гипнолог Сергей Южный, продемонстрирует, как по его версии обладатели кожного зрения могут видеть сквозь непроницаемые повязки, читать ногами и угадывать расположение предметов. Да, тут буквально требуется хорошее зрение, умение слишком косить глаза сюда, к переносице. То есть обычно угол зрения, через какая бы ни была повязка, здесь расстается щель. Тем более она немножко, вот когда прижимается вверх, то если чуть-чуть приподнимается, видно. Главное в один момент повернуть голову так, чтобы хотя бы мельком увидеть предмет. Потом можно вообще отвернуться в сторону и говорить всё, что угодно. Это отвлекающий публику манёвр. Сергей добавляет, что обычно в зале на выступлениях мистификаторов сидят так называемые подсадные утки, которые оповещают выступающего с помощью принятой между ними системы условных сигналов. Предположим, Роза Кулешова была просто умелой фокусницей. Но даже с помощью толпы помощников и сотни условных сигналов она всё равно не смогла бы точно и без запинки воспроизводить мелкий газетный текст. Официальная наука утверждает, у человека есть только пять органов чувств. Обоняние, осязание, вкус, зрение и слух. И всё. А если это не так? По данным Вадима Черноброва, европейские учёные недавно открыли ещё два органа чувств человека. Шестой орган чувств – это чувство ориентации или чувство гравитации находится в среднем ухе. Благодаря этому чувству человек даже с закрытыми глазами всегда понимает свою ориентацию в пространстве относительно центра нашей Земли. Развитым чувством гравитации обладают большинство охотников, путешественников, словом, все те, кто непосредственно связан с дикой природой. У этих же людей развито и седьмое чувство. И седьмой орган чувств – это чувство магнитоориентирования. Как относительно недавно выяснилось, это чешуйки из окислов железа, которые находятся на каре головного мозга, чувствительные к магнитному полю, благодаря чему человек не теряет ориентации в пространстве. То есть, иными словами, это тот компас, который всегда с собой. Если у человека относительно недавно открыты ещё два органа чувств, можно предположить, что они не последние. Вполне может быть, что природа в нас заложила гораздо больше способностей. Больше, чем необходимо нам здесь и сейчас. Я думаю, что вообще наши возможности безграничны, человеческие. И если захотеть и не лениться, можно развить всё, что угодно. Главное, этому посвящать определённое количество часов в течение дня. обязательно необходимо в это верить. Люди-рентгены встречаются довольно часто. Их можно распознать по особенно внимательному взгляду. Артист Максим Суханов сразу замечает подобных людей в зрительном зале. Они как будто пытаются мысленно нарисовать его портрет. Я прекрасно к ним отношусь. Они занимаются интересным для себя делом. Поэтому, если они меня будут пугать, то я это почувствую. И, видимо, тогда каким-то образом от этого я закроюсь. Одному мне, ясным образом. А если они меня не пугают, просто любопытствуют, то, ну, пожалуйста, на радость. И даже вечный скептик Сергей Южный признаёт, люди-рентгены действительно существуют. Настоящие экстрасенсы, да, я знаю некоторых людей. И встречаюсь, и общался, и достаточно много с ними, которые действительно обладают уникальными способностями. И они это доказывали неоднократно. И продолжают доказывать. Но эти люди не идут на телевидение. Куда бы их ни звали, в какую передачу. Они вообще, в их лицо даже не знают этих людей. Но они умеют достаточно много. А те, кто умеют очень много, те работают. Не буду говорить, где. Я думаю, вы догадаетесь сами. Мы все догадываемся, о каких структурах говорит наш эксперт. Непонятно только одно. Если современные компьютерные исследования и различные сканирования стоят гораздо дешевле, чем визит к известному человеку рентгену, почему многие предпочитают сомнительный результат официальному научному заключению? Может быть, люди готовы поверить тому, кто нас внимательно выслушает и в любом случае успокоит. Сейчас чакры почистим, и здоровье обязательно наладится. А наладится ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова